Мы с Леной Ушаковой. Лена, можешь показаться здесь? С моей подругой. Здравствуйте. Находимся... Как город-то называется? Невозможно выговорить. Марзамени. Марзамени. Это Сицилия. Напишите, пожалуйста, слышно ли. Леночка, ты там видишь какие-то есть плюсы-минусы и чего-то еще? Сейчас пока мы настроимся. Видно, да? Так, чаты, чаты. Извините, я не такой уж сильный стример. О, пошло. Так, все слышно, все видно, Юля написала. Так, друзья, очень красивый вид у нас здесь. И, кстати, если кто-то еще соберется, вы можете приехать, потому что мы... Я улетаю 24-го. До 23-го мы работаем. Кто скор на подъем, прилетайте. Погода хорошая, я сегодня даже искупался. Вода теплая, солнце. Градусов 30, да, Лена? Градусов 30. Мы работали сегодня, пока народ собирается, расскажу, что мы делали. Мы работали, это вообще старинный город. Я где-то прочел, что это какой век? 17-й век, вот эти постройки. Я могу ошибаться. Ну, просто я на одном здании ее увидел. И прогулявшись, вчера мы приехали, прогулялись в поисках точки. Очень рекомендую, когда вы приезжаете куда-то, не торопитесь. Сразу брать вот все ваши кожашки, как бабушка говорила, инструменты, и сразу писать. Так, меня, наверное, очень на засветке я вот так вот лучше. Лучше сначала пройтись с фотоаппаратом, с видео, поснимать, прям прикинуть, композиционно поснимать. То есть сразу как бы кадрируйте, вот именно с этой точки я буду писать в это время. И мы наделали так фотографии, потом пришли домой, выбрали, куда мы пойдем. И у нас уже план, я не знаю, тут на всю жизнь план, но у нас всего пять дней. Так что это первое. Второе. Да, вопросы задавайте, пожалуйста. Лена мне будет помогать их озвучивать, и я буду вам отвечать. А еще попишу. Сейчас вот солнце уже хорошее, там вот вам видно наверняка. Вот это, собственно, старый город. Какие-то гаражи, лодочные, я не знаю, как они называются, лодки. И то, что мы сегодня писали целый день, я вам покажу позже. А пока, вот сейчас попишу вот это вечернее состояние, оно скоро будет. Если есть вопросы, задавайте, мы можем пока поговорить немного, а потом я поработаю. Ну, какие-то на впечатления такие короткие сделаю работы на состояние, на ощущение, да, передачу ощущений. Очень многие спрашивают, как писать ощущения. Ну, вот и попишем. Их можно за несколько минут делать, даже за минуту. Вопросов нету? Один вопрос есть по поводу... Может, поближе, чтобы слышно было. Один вопрос есть по поводу вашего мастер-класса в Москве на выставке. Олеся Анипка спрашивает. Подскажите, пожалуйста, ваш мастер-класс на выставке в Москве 29-14 в Силе ничего не поменялось? В субботу, по-моему, 28-го. Планирую покупать билет в Москву, чтобы попасть на ваш урок. Друзья, в субботу. Я, если до вас не дошла ссылка, ну, посмотрите, в субботу какое число, мне скажите. Ну, я помню, что в субботу будет класс, в 14 часов я приеду, да. Так что поработаем. Скорее всего, я буду писать, там заявлено, натюрморт. Нет, ну, что-то такое придумаем. Может быть, как в прошлый раз я делал на фоне какого-то бэкграунда, я использовал свои этюды. Я еще не придумал, либо используем то пространство, которое там на выставке. Кстати, выставка работает. Она будет работать до 5 ноября. И вы можете на нее попасть, прийти. Кстати, на класс прийти и сразу и выставку посетить, и на пальму залезть. Да, Юля пишет, что 28-го в 14.00. Ну, вот все. Потом еще ожидается, сейчас мы уже готовим рекламу, моя персональная выставка в Нижнем Новгороде. Она будет в ноябре. Я сейчас не могу сказать, у меня пока в памяти не задержалась, но где-то в середине ноября, пару недель. Она будет называться «Пробуждение» по имени моей одной работы, которая сейчас в коробке в Москве. Приходите, приезжайте. Я позже сообщу, когда открытие этой выставки персональной. Так, ну, солнце уже так, кстати. Хорошо, можно... Есть еще вопросы? Да, спрашиваю. Итальянцы подходят к художникам. Как себя ведут при виде художника? Представьте с вопросами, окружают мольбе. Слышно вообще, как Лена говорит? Просто микрофон у меня. Как себя ведут итальянцы, да? Да как, они очень дружелюбные. И недавно девушка, которая приезжала к нам на класс из Рима, сказала, что есть такая байка или анекдот, что ли, как заставить замолчать итальянца. Связать ему руки. Он же все время, они же говорят, уже стекулирует. И, кстати, мы с Леной когда ехали, прилетели мы в катанию. Прилетели, и Лена взяла машину, и мы поехали через Сиракузу. Сиракуза – это область, а Сиракуза – это город, как меня научили. И так приятно вообще в этих местах, где мы писали... Класс в девятнадцатом году, писали те же места, мы покушали в кафе, который я хорошо знаю. Даже побывал официант тот же самый. Ну, в общем, приятно. Ну, Италия, ее невозможно не любить, так что приезжать. Мы еще проведем здесь класс, да, Лена? Конечно. У нас будет класс. Нам очень понравилась наша лодочная станция, в которой мы живем. Мы живем, друзья, это надо отдельно показать, я прям сниму. Фактически это какой-то гараж, наверняка. Да где лодки хранились? Из него сделали из гаража гостиницу. Я на солнце поглядываю, так все освещается. Солнце садится. Ну, там лодки, кстати, стоят. И огромное пространство с большими балками такими. Несколько комнат жилых. Кухня, вентилятор, чайник. Очень вкусно, кстати. Ну, Лена готовит вообще божественно. Сыры, вино. Ламброско. Ламброско. Вчера нам прилетела к нам на класс Влада, госпожа Влада. И привезла с Мальты. С Мальты. С Мальты это не камешки, а с Мальты. Мальты это остров такой. И ламброско такой, литровая, наверное. Ну, шипочка такая. 7 градусов. Ерунда. Ну, что там еще есть или поработаем? Да, там про треногу был. Про треногу. Можно ли везти треногу в чемодане? Ну, Лена возит... Лена, ты возишь, она в ручной кладе. В чемодане. И в чемодане. Я в чемодане в своем вожу треногу. Не проблема. Краски, главное, кладите в это самое, в багаж. Лена даже сделала надпись на английском, что не трогайте, потому что это мои инструменты, я им зарабатываю на кусок хлеба. Не трогайте, мне нечем будет зарабатывать. Ну, не тронули, конечно, после такой надписи кто-то тронет. И я тоже скопировала на МНИ. А почему? Потому что что-то там было. На Рижских авиалиниях. На Рижских авиалиниях. Ну, меня, во-первых, выкладывали, убирали, вынимали. Все краски я ехал на класс в Германию когда-то, не помню. Аэрбалтика. Никогда теперь не летали. Аэрбалтика никогда. В аэропорту они вынимают. Подчистую. Сломали замок даже. На чемодане. Есть вопросы? А, ну, про итальянцев, как они себя ведут? Как они себя ведут? Угощают. Дружелюбно. Да вообще все очень такие. Нет такого какого-то санкции в их отношении к красному паспорту. Я не заметил, по крайней мере. А ты? Тоже. Тоже. Вас в Прагу приглашают. В Прагу. В Прагу. В честь прекрасной пейзажей. После Италии. Да, приезжайте. То есть мне домой не надо возвращаться. Мы с Леной говорим, что Армения уже как будто бы, я не знаю, даже как в прошлом году было. То есть Армения, Гарда, Сицилия. Действительно так давно было. Прага теперь. Оля подключилась, говорит, Рим ждет. Рим. Олечка, привет. Я только что твою байку рассказал, как заставить замолчать итальянца, связать руки. Рим. Значит, ну сначала Рим тогда получился. Потом Прага. У тебя такие очки красивые. Покажи, какие очки красивые. Смотрите. Это же вообще дама. Такую работу сегодня написал. Не, ну две. Так, если есть еще вопросы, давайте да. Если нет, то давайте писать. Чего там? Нету никого. Нет, никого вообще нет. Так, я сейчас настрою камеру. На тудем-судем. Куда ее тут? А, вот сюда. Опа. Так, теперь вы видите, смотрите. Вот на моем кассетнике. О, издалека, смотрите. Есть, сколько тут, шесть хвостиков. Ну, все. Они приклеены на скотч, на малярный. Очень удобно писать. Ну, такие вот 5 миллиметров оставляете, приклеиваете. Как только работа... Они же подсыхают. Отодрали, новые приклеили. И в стопочку. Все. Ну, вот вам сейчас все будет видно, что тут будет безобразие твориться. Ну, вот, виден, в принципе, наверное, и мотив. Сейчас мы сделаем вот так. Опа. Чтобы вам был виден мотив. Заодно. Ну, да? Ага, хорошо. Спасибо, Лен. Ну, и все. И вперед. Если какие-то будут вопросы, Лена, ты меня зачитывай. Но я постараюсь и трындить, и рисовать рисовалки. Значит, что мы видим с вами? Ой, как хорошо. Можно не ложиться спать даже. Кстати, на маленьких таких работать, это формат, ну, сколько здесь? Наверное, 10 на 15 или примерно 10 на чуть больше, на 17. Очень классно писать на маленьких. Потому что, почему что, ну, мобилизует, потому что, тем более, писать ощущения, никаких отвлечений на детали. На кой они нам, эти детали? Кстати, если в картине много деталей, ну, смотреть невозможно. Это же какой-то перебор. Сейчас мы его исключим. О, протерли. Мистер, пиклись, спрашивай. Мистер? Дорого картина продается. Какие? Не понятно, ваши. Вообще? Ваши, что ли? Дорого. Но по-разному продаются картины. Сколько... Это же не сумма, там, как один раз я писал, ну, не сумма красок, белил, там, холста. Это что-то другое. Это плюс 100 лет обучения. А, Оля, ты же мне рассказывала, что... Оля закончила академию в Минске и приезжала на класс сейчас. И ты мне рассказывала, что раньше 60 лет. Даже не смей выставляться. То есть у них такое правило. Ну, было среди художников. Да, сейчас я попишу. Ну, типа ты накапливаешь опыт, и только вот потом показываешь себя. Когда уже можешь... Ну, когда есть что-то показать. Так, ну что? Еще последний вопрос ответить, что на холсте вы пишете или... На холсте это холст, который я подгрунтовываю еще этим самым, ну, долуксом. А девушка приезжала сейчас из Германии, у них называется Альпина. Ну, такая марка. Так, значит, все, пишу. Ну, небо, например, начинаем. Слегка холодное сейчас. Вам палитру не видно, но это... Там растяжка небесная такая. Кстати, вам может быть видно. Внизу немного... Не видно? Внизу она немного такая... А, палитру не видно? В сторону куда-то, сейчас скажу. Палитру им не видно, нет? В сторону... А, растяжку чуть-чуть видно, да? Растяжку... Ну, это я перебор такой. Сейчас мы его успокоим. Ну, там внизу, да, вот, например, у нас идет такая музыка. Я в Америке, когда проводил классы, говорю, вот такая история. Они... What is this story? И они понимают, что как история, музыка. Надо точно говорить все. Какая еще музыка? Так, потом идет... Смотри, Лена. Видишь, какой переход? Отсюда куда? Что ты видишь? ФЦ. ФЦ куда? Вот смотри, вверх куда? Не, вверх? Самый верх? Прошу, Лена. Самый верх? Ну, ладно, не буду тебя мучить. Да, не мучить. У вас свои мысли. Самый верх вот куда-то. Сейчас холод. Причем полегче. Полегче это значит... Ну, как вино, полегче. Не знаешь, какая-то... Полегче. Куда-то сюда. Наверх. 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 Так. И посередине... Всегда смотрите, это радуга. Есть переход такой в красновато-оранжевый, желтый и зеленый даже. Нет, я про ФЦ. ФЦ, да, правильно. Ну, вот ФЦ беру. Сюда. Пока. Так, растяжка. Подошли, стоят сзади, смотрят. Сейчас, да? Да. Тихо так подошли. Разведчики. Так, а потом... Смотри дальше. Вот сейчас очень хорошо видно. Смотри в небо. Да. Такая желтоватость. А я думаю, что я не вижу. Мишечки-то вблизь. Вблизь. Легкая желтоватость. Подожди. Эй, Тубри! Так, а надо сюда, да? Да, маме? Так. И что там? Оранжеватость еще? А, есть. Так, сейчас и немножечко такая. То есть мы вот это все подготавливаем, прежде чем писать там дальше все вот эти красоту. Вот как мы видим. Почему маленькие размеры, когда мы пишем вечернее состояние? Потому что оно очень быстро меняется. И просто несколько вы делаете таких. Делаете, я не знаю, там, 10 минут один, 10 минут другой. И у вас скапливаются различные работы на различные состояния. Их нельзя писать дома. Потому что все равно телефон не передает это. Так, вниз. Ну, конечно, сейчас есть хорошие. Вниз. Всегда смотрите, как относится море к небу в тоне. И очень часто... Очень сложно бывает увидеть. Поэтому немного так вот наклонить голову и посмотреть, как оно относится. И раз небо мы взяли, например, ФЦ всякие, то вниз, бай-бай, вниз пойдет уже немного другая краска. Чтобы она вообще здесь никуда не гуляла. Даже, даже вверху. Я уже беру другую. Вот. Бамс. Бамс. Так. Хорошая линия. Когда вы почувствуете, что вам, ну, убеждает вас, что это картина, а не просто краски вы на мазюкали, то останавливайтесь. Вот это соотношение, вот это вот к этому, ну, на мой взгляд, точно. Сейчас. Так, берем кисточку эту в сторону и передний план. Передний план. Мальчик сидит. Классно. Хай. Так, передний план. Ну, теплота такая. Какого она то, насмотрим, теплота. Вот, если такого, это слабовато. Но нежно, Лена, ты любишь нежно писать. Так, и, значит, это все у нас зайдет туда, туда, и зайдет сюда. Так, берег. Прямых линий нет в природе, так что какая-то такая жизнь. Кривая жизнь. Так, кривая жизнь. Хорошее название для картины. Кривая жизнь. Так, дальше. Кривая. Просто кривая. Зачем жизнь? И так понятно. Кривая. Ну, не прямая же. Смотри, отношение вот этого к этому. Тут, конечно, перебор. Ну, можно перебор. Сейчас залезешь. Сейчас оранжевую положите. Не, ну, тут же уже дома будут. Такие говорили. Ну, пусть будет. Как вариант, кстати. Да? Мы же пишем... Творческие. О, сейчас как красиво уже закат. Я не случайно в это время пригласил вас на эту затею. Потому что мы вчера отметили вот именно в это время такую красоту. Так вот, лодки отличаются от селедки. Так, от тех домов, которые слева. Берем дома. Погуще. С одной, значит, кастрюли зачерпываем. Берем дома. С тем, чтобы на лодке у нас хватило запасу. То есть, ну, не такие прям уж. Белильные. Так. Вот, на лодке есть запас. Вполне себе приличный мазук. Так, потом потеням лучше сначала взять. Потеням. Так, сейчас потеням. Потеням. Что-то тут не получается. Потеням. О, вот так вот. Впечатление. Мой глаз довольно-таки расфокусировано смотрит. Ничего я тут не срисовываю. Я просто пишу. Впечатление. Так. И по светам, допустим. По светам. Там такая постройка. И такая. О. Так. И сверху еще. Что-то там булочные. Вот этот торчит. Булочка. Какой? Булочка. Какой хлеб нам привезли. Госпожа Влада так вкусный. Ой, какой вкусный хлеб. А из Армении груши Лена купила. Ой, груши. Не пропадаем. Ламбруска. Ламбруска. Так. Ну и что тут еще? Лодочки. Вы же понимаете, что нужно приехать завтра. А что завтра? Сегодня. У нас очень весело. Я ничего не пил. Лена, подтверди. Да. У нас просто. На сухую. У нас на сухую очень весело. Так, туда. Собака какая-то. В собаке ходят. А вы говорите итальянцем. Кроме итальянцев еще хватает. Помнишь, как Мяков говорил? Собаки ходят. В лифте. Так. Вот. Вечернее состояние. Значит, и вроде бы и это ничего держится. Но если что, мы... Но тут уже сейчас залезешь, все. Да, и лодки. Смотри. Лодки. Горят они. Горят еще сильнее. То есть мы... А, подожди, лодки. Там какие-то красненькие пятнышки там есть всякие. Вот по пятнам просто смотрим. Где еще? А, окошечки. Окошечки. Ну, опять по принципу вы знаете. Такую неодинаковость. И мы их вот лепим. Почем зря. В общем, вы же видите писать, как просто. Берете холст. Машины. И вперед. Машины тут куча. Бум-бум-бум-бум. Ну, что тут еще? Где бы букнуть? Ту-ту-ту-ту-ту. Мачты там. Ох, какой закат вообще. Обалденный. Так. Так и лодки. Утки. Ты знаешь анекдот, Лена? Как сын спрашивает. Папа, а что такое альтернатива? Он, альтернатива? Допустим, у тебя ты купил курей. Тридцать штук. Что тебе нужно? Корма. Загон построить, как вольер. Все время кормить, и вдруг смерч, все к ядрине Филипп, сносит к чертовой матери. Не смерч, а вот этот вот селевой поток там. Ну, как это называется? Наводнение. Сын, открыв рот, слушает. А тут замолк, отец замолк. Замолк. Папа. А? Так альтернатива-то что? Альтернатива? Утки! Так, лодки. Подожди, я отвлекся. Утки. Так. Вот эти штуки, видите, они почти били... Ну, конечно, они уже не белило. Лодочки. Просто пятна. Видишь, они окрашены уже, как... Немного по-другому. Помощнее их надо брать почти. Почти белило. Так. И у них там еще внизу... Внизу что-то. Синеется. Тут, кстати, синеется. Тут, видимо, бренд. У них даже, смотри, на лодках, вот эти вот синенькие сплошно. Стулья синенькие. Что-то все у них синенькое. Скотерочки синенькие. Скотерочки, а ставни. Ставни, двери. Двери. Так, ну, типа, да, вот смотрите, никаких тут... Просто... Да, и... Подожди, мы же за отражение забыли. Утки, так, отражение. Ну, отражение все... Все логично тут. Это вниз, вот это все. А, так, подожди. Так, что там? А, вот, сейчас, подожди. Вот, надо брать-то как. То есть, отражение всегда темнее, чем источник. Вот, берем и, смотрите, чуть темнее, видите? Конечно, я по лодке заехал. Надо было раньше ехать, делать. Вот тут, смотри, тут. Тут не может же быть отражение светлее, чем я. Так, сам. А что там еще? Ну, вот, по пятну. Вот такие вот быстрые работы вы можете понаделать. Говорят, что вы в детали съезжаете. Да, 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 правильно, правильно. Нахрен, все, сейчас уберем. Да, да. И еще просят не съезжать. Вячеслав, а можете попробовать следующую картину с холодной синей имприматурой? Вот это внизу? И охра обязательно. Ну, какие? Сейчас, подожди, в детали съезжать. Правильно, не будем съезжать детали. Так. О! И без лодок сойдет. Так. Так. И без лодок сойдет. Сейчас, подожди, проверю. Какие-то так. У меня вот это все равно не нравится. Перебор. Ну, давай, хорошо. Состояние меняется. Сейчас мы опустим вот это все в хозяйство, чтобы вам было видно. Ого. Что у нас тут, посмотрим. Меня просит одну лодку оставить. Одну оставить просят. Ну, раз просит, мы же не можем не оставить. Да, беленький можно оставить. Это не с лодки. Это... Это не с лодки. Это не с лодки. Это не с лодки. Наверь. Ну, что-то не какая-то не лодка, черт-те что. Такое мне не нравится. Вот приезжайте и будете с лодками ковыряться тут. Так. Сейчас красная же тоже отражается. Да. Сейчас огни и скоро зажгутся. Будет классно. Будем писать, Лен? Почер. Выражение слышно. Чем проще вы творите, тем красноречивее звучит. Ух ты. Да. Это мистер Пиклис. Спасибо вам, мистер Пиклис. Чем проще. Ну, да. А вот сейчас мы сделаем вам совсем... О, я сейчас повернусь вон туда, Лена. Подожди. И мы сделаем, раз мистер Пиклис хочет простоты, их есть у нас. Сейчас. О, ну и все. Все, пожалуйте, мистер Пиклис, новый вариант делаем. Просто изумительное отношение. Вот вам простота. Опа. Есть. Туда идем наверх. Наверх четверг. Вот что-то такое. Смотри. Луиза просит никого не слушать. Луиза. Да, говорит, что ты творец. Да, мой хороший. Спасибо. Славушка. Спасибо. Луизушка. Так, сейчас. Что-то тут красное пошло куда-то. Не туда. Луиза, как ты? Она написала. Луиза, ты мне написал? Я просто всем говорю, что у Луизы собака. Белла, 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 Белла. Белла собака. Так Луиза написала, что Белла скучает и скулит. Ждет меня у двери. Полюбили мы друг друга, чего уж там с этой Беллой. И имя у нее такое нельзя не полюбить. Я вспомню. Махи. Все выдаешь мои тайны. Так. Вам прощается. О, красивый мазок, кстати. Надо его оставить. Все, оставляем. Вот этот капель. Сейчас уберешь, потянется за собой. Так, мне кажется. Так. И что? О, и дальше идем. Дальше. Так. Тут вот это все остается. А вот это, вот это красота. Смотри. Что-то, кто-то пишет, что плохое изображение. Плохое изображение? Ну, наверное, просто резкость. Давай вот так вот. А так лучше? Просто, может, он резкость навел на дальний план. Рыбка трепотни, может быть, скажете что-нибудь по делу, Михаил Савельев? Ничего не сказала рыбка, только хвостиком вильнула и ушла в открытое море. Вам, мне кажется, Михаил Савельев перепутали больницу. Нужно в другие ходить заведения. Здесь так. У меня так. Не нравится. Прошу отчалить от берега. Герман Широков пишет, что я художник. Хочу в Италию или во Францию. Приезжайте, Герман. Ждем вас. Они с тропикой сосадила Михаила и сказал, что Михаил очень грубо. Ну, ничего. Бывают разные. Ну, да, разные бывают пациенты. Ничего не сделаешь. Что ж теперь? Все бывает. Ну, какая у вас посудина чудесная получилась. Ну, так, намеком таким. Мы же пишем. Радость с тобой. А, еще отражение от нее есть. Такое легкое. О, очень деликатное. Немножко горизонтальное. Ну, немножко горизонтальное. Ну, так, сейчас тоже. И светлое идет тоже в отражение. Чуть-чуть так. А сейчас она, смотри, теплеет лодка как. Так, схватили впечатление. Давай вот что-то туда попишем. Это схватили. Сейчас, друзья. Сколько мы в эфире там не написано, Лена, у тебя? 36 минут. 36 минут. Обычно мы больше 40 не делаем, потому что люди засыпают. Начинают зевать, храпеть. Это не люблю. Сам храплю. Вот так. Здесь немножечко. Вот, не попал в тон. Посветлей. Эй. Не получать. Ну, что-то... Спрашивает, немного темнее, чем море? Да, внизу, да. Вот здесь вот, да. Отлично, браво. Браво. Ну, спасибо. Сейчас еще... Мотивар пишет. Я не сплю, не зеваю. Смотри, вас... И каждый ваш мазок... О, огни, огни, смотри, видишь, зажгли. Там зажглись огни. Может быть, вам не видно. Сейчас будет уже вечернее. Пока они там зажигаются, покрепче, давай вот сюда повернемся. Скажите, пожалуйста, чтобы получить развитие навыков живописи, поскольку надо в день писать. Примерно. Поскольку... Зачем останавливаться? Зачем считать? Во сне просыпаешься? Мы в 10 утра выходим и в 7 заходим вечером. Лена предлагает завтра утром во сколько? В 7-10? В 7-10. Она сегодня йогу пошла делать в 7 утра, да, ты пошла? И был восход. Прекрасно. Да, и на восходящее... Оно из моря выходит. Прямо вот отсюда? Да-да-да, вот где вы видели. А сейчас я бы камеру сюда повернул. И очень красивое состояние, оно длится там, я не знаю, 15 минут. Так что вы выходите. Ну, просто этим жить надо. Ну, любым делом. Если ты живешь... Например, Марку. Луиза, подтверди. Он сказал мне, что я так люблю готовить, что это для меня... Он прямо рассказывал так, что это для меня самое высшее творчество. Он, конечно, вообще так готовил. Он так рассказывал? Да. Это вы уже покушали. Да, и не надо уже ничего есть. То есть это для него творчество. Марку, привет. Луиза, переведи ему. Он по-русски не бельмеса. Только по-английски. Нет, по-русски он знает слова какие-то. Красивая девушка. Красивая девушка, да. Ну вот. Так что просто пишите, если вы любите любое дело. Ну, вы просто же будете все время готовить, как Марка. Все время. Все время у плиты. Так, ну что мы... А, Герман, ты вообще красиво. Где можно остановиться и на каких условиях? Здесь? Ну, у нас... Ты же сняла большой отель. Сколько там еще? У нас еще там 4 комнаты свободных. Нет, ну, 2 сейчас должны будут заняты, 2 еще свободные. 2 свободные. Приезжайте. Приезжайте с близким человеком. Или один. На каких условиях? На каких? На общих. На общих основаниях. Платите и въезжаете. Без бутылки не входят. Бутылка обязательно. Да, вот Влада вчера приехала, привезла бутылку. Сейчас вечерний. Ее пропустили. Туда лучше не надо. Давайте вечерний, друзья. Еще у нас есть там? Ну, видите, что тут творится? Какая красота. Так, сейчас. О! Тема интересная поднимается. Виктор Степанов пишет. Творю женщин не ради потихи, а для продолжения рода человеческого. А сегодня знаешь, кто мне написал? В YouTube кто-то. Женщина написал. Причем я прочитал имя. Она написала так. Сейчас я вспомню. Ох, типа... Ну, на меня намекают, что я сильно... Сюда поверну, чтобы вы видели мою мордуленцию. Что я сильно испортился, рисуя женщин. Написала. Да, Бакак. Потому что там, где у всех любовь, у меня похоть. Ну, в картинах. О, бля. Вот так. Каждый видит то, что видит. То, что видит. Каждый видит то, что видит. У нее похоть. А каждый же говорит... Все говорят о себе всегда. Я слышал такое. Так. Вот смотрите. Очень тонкое вечернее состояние. Казалось бы. Попробую написать его... Ну, надо же немножко утяжелять ситуацию. Это же уже не это самое. Ну. Не вот эта радуга. Да, не радуга, а просто плотнее все. Надо брать. Так вам видно тут. Вот я беру... Надо брать плотнее, чем здесь. Ну, конечно, можно писать и с такой плотностью, с легкой. Ну, вот смотрите. Я беру вот плотнее. Плотнее. Я прям сюда вот покажу. Смотрите. Видите? Вот этот тон и тот. Зачем плотнее, спрошу? Ну, чтобы огни горели. Они же будут гореть. Я же с запасом на огни, которые зажглись. Тут делаем растяжку. Вот такие маленькие этюды. Вы ходите вечером, штук шесть нацепили себе на этот самый, в портфель. И вперед. Планируете еще раз приехать на Сицидию? Конечно. А что, вы там живете здесь? В смысле, там здесь? А, нет. Приезжайте сейчас. Живете? Не знаю. Сейчас напишет, наверное. Приезжайте сейчас. Чего там на следующий раз-то оттягивать? Так, розовый тут надо какой-то. Так, потом идет, после этого, сейчас я смотрю. Всегда смотрите, какой дальше идет цвет. Ну, какой-то такой. Будет слегка такой. Помнишь ты, Лена, про этот самый свой вечерний? Вот тебе сейчас как раз вот эти ситуации. Вот эти растяжки тонкие. Облака бывают, сейчас их нет. И переходит. К сверху. Дальше идет куда-то там. Ну, через оранжевый в зеленый, через желтый. Слегка вот так мазну. Я приеду в воскресенье, но хочу на пять дней в следующий раз. А, это вы приедете? Я понял. Ждем вас. Приезжайте. Ждем вас, да. В воскресенье, я помню. Приезжайте, будет. Про бутылку не забудьте. Но не обручь. Но ламбруску мы, да, уже не подходит. Нужно что-нибудь сухое, полусухое. Без газа. Без газа. Так, смотри. Интересно, что нет, вверху темнее, чем вверху. Ну да, так и есть. Это море такой эффект дает? Да нет. Я не знаю, что дает. Я просто вижу, наблюдаю, что происходит. Доверяю глазу. Это... Почему, я не знаю. Ну так. И дальше... Ах, маманя, роди меня обратно. И желательно в Академию художеств. Рядом с Мальдерством. Рядом с Репинской Академией, чтобы, да? Там есть роддом? Конечно. Ну вот. Номер один. Номер один. Да, я Белила возьму. Номер один. Туда вот ехать. В Репинку. Сейчас Белила выдавлю. Опа. А Алена приедет, приведет перцы фаршированные, пикантные. Ой. Класс. Все. Ждем. Так. И, значит, тут. Ну, такая... Тогда вино мы и сами под такую закусную идем. Да? Угу. Так. Так, и немножечко там вот в зеленце, смотрите. Помнишь, ты на Альхоне говорила? Да, да. Про фарширование. Это открытие для меня было. Ну, да. Что фарширование такая нежная бывает. Ты говорила, что ее вообще не используешь. Да, она, оказывается, может быть, одна. Так. Какая-то тут вот эта сопля какая-то пролетела. А мы ее пальцем сейчас. Опа. Все. Извините, если уже говорили. А вот в каком городке именно? Ой, это название я сейчас никак не могу прочитать. На столбе тут, нет? Сейчас. Маза... Сейчас я вспомню и скажу. Пишите пока слова. А то вы собственно... Мар... Мар... На юг от Сиракузы. Чуваки, музон включили тут два чувака. Так. И мы берем, значит, то самое. Море. Море. Море святее, чем вот это. И зеленее немного. Вот как красиво сейчас одни отражаются. А вот смотри, какое море сейчас цвет. Не такое фоцешное. А вот смотри, видишь? Да, да. Всегда меняется цвет. Поэтому никаких излюбленных... Заранее. Заранее заготовок. Потому что вот только доверие глазу. И тогда получается убедительно. Море нужно вот смотреть. Все очень просто, односложно. Вот эти, когда вы устраиваете отношения, она уже вот может так даже работать. Но поскольку мы делаем с вами огни, вот сейчас все вот эти дома, которые вы видите, ну вот там вот дома, они темнее, чем... Ну, чем... Тут они горели внизу, а тут они стали темнее. Так что берем. Теплые, теплые дома. Беглый взгляд на них. Да, еще не забываем, что мы пишем ощущения. О, Раушан подключил. Раушан, мой хороший. Слава Елена, как вы классно придумали. Да придумали, придумали, ты так вот и не приезжаешь. Чего ты боишься там? Ну да... Надо права получать, Раушан. Будешь сама ездить. У нас за рулем не ездит. Не, ну как. Раушан, мы хорош... Прочти какие-нибудь стихи напиши нам, пока мы тут пишем, а Лена прочтет. Да. Да спой, а нет, а ты... Спить не буду. А ты напоешь за нее тогда. Спить они у меня хуже. Лена... Нет, это не будем рассказывать, Лена. Про петь хочется. Ура, я вас поймала вживую. Эх, жаль, что вы сейчас не в Кали. Не в Кали? Да. Не в Кали. Здесь все очень чисто, все. Да. Очень хорошее море. В Сеном и Закусе. Рядом с вами... А, Кали – это, наверное, город какой-то. Розы Жоржи. Розы Жоржи? Да. Вот тебе раз. Может, как-то по-другому читается. Георгий. Розы Георгий. Чуваки зажигают. Так, сейчас... Кали – это Калифорния, ого. А-а-а-а. У нас только что барышня уехала в Торонку. Да, она к нам прижала на класс. Действительно. Да, ладно. Нормально? Не будем просить? Не слышно. Музыка уже не слышно сильно. Которая тут... Так, у нас тут тёпленькие такие вот лодочки. Слегка тёпленькие. Но я намеренно, смотрите, делаю всё очень как бы так деликатно. Потому что у меня фонари. Какие-то холодные, какие-то тёплые. Музыка тихо играет, вдалеке. Нормально. Ну, всё хорошо. Так, и сейчас будет у нас фонари. Интересно, какое небо, смотри. Так, фонари. Как писать фонари? Они всегда разного цвета. Но интенсивность у них... Не берите никогда чистое белило. В данном случае они тёплые все. Поэтому в белило... Надо показать, наверное, прям. Смотрите. Оп. Вот берёте мастихин, вбелило. Немножко краски. Ну, разные там. Разные жёлтые, поскольку они тёплые. Разные. Сначала одной, потом... Ну, и там. Будем сейчас тыкать. Так, надеюсь, вот сейчас, чтобы вам было... Вот там вот. Вот сейчас, чтобы было видно. Так. Всё. Значит, делаем источники. Ну, можно посильнее. Мы ничего не пересчитываем. Просто композиционно всё это выставляем. Какой-то мощнее, какой-то... Ну, по принципу неодинаковости, я уже говорил. Там, в ресторане их побольше. Это лодка. Ну, там вот. Вот. И вниз идёт от них отражение. Вы это видите. Ну, поскольку у меня они не очень жёлтые, то и отражение такое должно быть. Какое? Ну, чуть поплотнее. Можно таким, прямо мастихином. О, вот так. И всё. Всё очень просто. Герман спрашивает, сколько стоит отель. Никто не помнит, сколько он стоит. Никто не помнит, Герман. Разные отели на букинге. Пишите в личку Славе, и мы отметим. Посмотрите на букинге. Или посмотрите, да. Сейчас недорого. Сезон закончился. Всё. Вот такое решение, например. Ничего тут не надо выдумывать сверху. Но можно делать... В природе всегда разные фонари, например. Оранжевые. Есть какие-то вот такие, вот холодные, вот где-то, да, смотри? Оранжевые, да. Ну, давай чуть-чуть. Ну, они уже и так... Просто их много не надо тыкать. Вот Север пишет, что всё готово. Да, всё готово. Это я понимаю, что готово. Давайте ещё несколько... Просто мы уже долго в эфире, друзья. Я поверну. Да, уже. Ой, всё испортил. Давай. Отключился. Нет, ну, я просто весь перемазался сейчас. Друзья, давайте последний вопрос. Два, если есть, и мы. Ой. На удивление хорошее видео. Оранжевые. Оранжевые. Ура. О. Так, Леночка, есть ещё что-то там, вопросы? На малых форматах вы всё пишете большими кистями или мастихинами? Ну, по-моему, Репин говорил, что большой кисточкой там пишешь-пишешь. И мазок, и блик на глазу большой кисточкой. Вы представляете? Ну, я даже маленькую, по-моему, не брал сейчас. Малый формат, большая кисть. Вообще, мобилизация, настройка глаза, твоё внимание на целостность в пейзаже, какой бы он ни был, она тебе просто не позволяет, ещё малый формат, она не позволяет тебе скатиться в мелочь, в какие-то ерунду всю эту. Потому что, ну, целостное мышление, ты целостно большими массами закладываешь. Зачем маленькая кисть? Ну, зачем она вообще? Только если уж прям так, да и блик можно сделать большой. Кстати, вот вы заметили, я делаю там эти фонари, ну, мастихином, ладно. Но я могу делать и кисточкой, жёсткой, большой. Есть ещё там вопросы? Нет, я благодаря, что делитесь с вашим талантом, потому что на гарде дождь и сыро и холодно. Спасибо тебе, эфир, побывала в Италии. Лена, иди, будем прощаться. Друзья, спасибо вам, что вы с нами. Пока, до новых встреч. Приезжайте. Значит, жду в Москве на классе 28 в 14 часов. До свидания. Огромное спасибо. Спасибо вам. Спасибо, ребята. Причастность к живописи сию минуту. Отлично. Ну, что ж. Анекдот. Ой, худо, ой, худо мне, барин. Да в вас художник живёт. Худо мне, худо. Всё, пока, ребята, выключаем. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.